Здравствуйте, добрый вечер! Сегодня у нас будет первая беседа о законах Хануки, посвященная не только законам, но и этому празднику. Немножко мы затронем какие-то аспекты основные, суть этого дня. Жалко было бы пройти это, просто ограничиться законами и не затронуть какие-то более широкие аспекты этого дня. И в этой связи я бы хотел начать прямо так с того места, которое приводится в Вавилонском Талмуде, в трактате «Шаббат», прочитать несколько строчек, прямо так утентно, как они написаны в Талмуде, в Вавилонском. Маленький абзац, маленький отрывок, и вместе попытаться это перевести, понять какие-то слова. На 21-м листе 2-й его части, что называется сам «Уббет», в трактате «Шаббат» говорится так. «Майи Хануко». «Что это за Хануко?» – спрашивает Талмуд. Раши говорит, «Тодейз аэзинэс никва». Комментатор великий наш Раши говорит, что вопрос Талмуда был, что же за чудо произошло, в честь которого была постановлена эта вещь, которую мы знаем, «Кануко» – зажигание свечей, восхваление Всевышнему, вставки специальные в молитвах. «Майи Хануко, витану Раббанан». Так мы получили от наших мудрецов. «Бехав гей, векисле 25-го кислева, дни Хануки, тамния инун. Восемь дней Хануки. Дело ли миспад бегон, ведело ли танут бегон, чекишених несу и ваним лейхал тиму колашмоним». В эти дни не постятся и не говорят надгробных слов. Почему? Потому что в это время мы празднуем великое событие. Когда зашли, и ваним – это греки, когда зашли греки в эйхаль, в храм, в здание храма внутрь, тиму колашмоним шебеихаль. Они специально сделали нечистыми ритуально те масла, которые находились в храме, в здание храма. Когда дом хашмонаев, или на языке талмуда – хашмонай, дом хашмонаев, когда победили, они начали искать, чтобы можно было зажечь масло, чтобы не искали масло, для того, чтобы можно было зажечь минору, подсвечник. Велом отцу и не нашли, а только один небольшой сосуд, в котором находилось масло, который был запечатан печатью Коина Гадоля, первосвященника. И возможно было только, там было количество такого масла, что возможно было только один день им воспользоваться, зажигать этот минору, то, что говорится, храмовый светильник, подсвечник. Можно было только один день. Нааса Бо Нес. Получилось, что в этом масле, или в этом сосуде, в котором масло находилось, произошло чудо. В Идлику Мимену Шумона Ямимль. И восемь дней оно горело. Тем количеством, которое хватило на день, оно горело восемь дней. И со следующего года было принято, постановлено делать эти дни, установлены эти были дни, как праздник восхваления и благословения Всевышнего. В честь этого чуда, так слышится. Здесь Талмуд продолжает, в этом месте, пожалуй, это, наверное, одно из немногих мест, с точки зрения сироты тех законов, которые здесь приводятся. Это, наверное, единственное место. Там и там упоминаются о Хануке, но очень-очень мало. Это место в Талмуде, Тат-Шаббат. Это место, которое я прочитал, немножко после этого. Это единственное, наверное, место, где говорится о законах Хануки. Я не продолжаю дальше. Мы с вами, может быть, займемся законами, уже более обработанными, переведенными на более простой язык. И я просто хотел вот этот первый момент, его прочитать так, как он звучит, немножечко войти в атмосферу этих событий. Интересная вещь очень, она написана в письме Рамбама, известное письмо его, которое он написал в поддержку тех, которые находились, его собратьев, евреев, которые находились в Йемене, в его время, в те времена, когда там были очень страшные погромы еврейские, и, наверное, которые можно сравнить с тем, что было, то, что нам известно немножко от наших прабабушек, бабушек и так далее, которые были в Латвии, Белоруссии, Украине и так далее в 19 веке, в 18, в конце 18-го, в начале 20 веке эти погромы страшные. В Йемене было что-то примерно тоже, может быть, даже еще хуже. Так Рамбам в этом письме, это называется письмо Эгерета Шмат, то есть уничтожение, массовое уничтожение евреев, или более оно известно как Йеменское послание. Там Рамбам пишет, что он упоминает события Хануки в поддержку своих, своим адресатам, кому он пишет, он говорит, что вы помните, что во время Хануки было тоже примерно то же самое, что он объясняет, как это было, вспоминает, какие-то страшные постановления, страшные указы, которые были приняты греками против евреев в середине второго храма. Мы говорим сейчас о периоде примерно чуть больше двух тысяч лет назад. Одно из вещей было то, что основа всего этого было то, чтобы запретить евреям полностью иметь какой-нибудь маломайскую связь со Всевышним. То есть не изучение тары, не соблюдение заповедей до такой степени, что им было запрещено закрывать двери. То есть двери домов должны были быть нараспашку, чтобы где-нибудь там внутри дома закрывшись еврей не соблюдал, не выполнял какие-то заповеди. И говорит Трампом, когда была победа, чудесная победа была, евреи получили свободу, свободу выполнения заповедей, изучения тары. И поэтому и установление этого закона как бы зажигания свечей, оно в оригинальном варианте звучало, что ханукия, то есть набор свечей, которые зажигают во время хануки, оно именно на выходе из дому всем на обозрение. То есть персума и неса обнародовать это чудо, которое произошло, чтобы все это видели. Естественно, что со временем это, к сожалению, к великому времена менялись, и не всегда и не везде евреи могли возможность, имели возможность зажигать это на улице прилюдно. Были периоды и сейчас, к сожалению, они тоже во многих местах есть, когда евреи зажигают ханукальные свечи в доме, чтобы это не привлекло нежелательных взглядов, внимания, иногда это опасности, иногда это какие-то могут быть ущербы повлечь и так далее. сейчас про Израиль можно сказать, наверное, что это благополучное место для того, чтобы выполнять заповеди вообще, и ханукальную в том числе, зажигают свечи, многие зажигают здесь именно на улице, кто находится в Израиле во время хануки, неважно, в каком месте это происходит, все могут видеть в том месте, где ходят люди, увидеть зажженные свечи вечером, очень красиво, у кого нет такой возможности зажигают на окнах, это видно очень повсеместно, но не везде сейчас пока что такая возможность есть, и будем молиться, и будем надеяться на то, что такая возможность будет представиться поскорее. Когда я буду говорить о греках, это понятно, не надо об этом говорить, это не имеется в виду те наши знакомые, у кого-то друзья были, люди, представители греческой национальности, это совершенно другой народ, это с течения времени, те греки, о которых речь идет, речь шла о две с половиной, две тысячи лет назад, и чуть больше та национальность, та народность полностью ушла из из истории. Те греки, которые сегодня, это совершенно другой народ, совершенно другая ментальность, и, наверное, скорее всего, и корни там другие совсем. Поэтому, чтобы не было никакой ассоциации, хотя это то же самое слово, и может быть, даже что-то есть общее, но как бы не факт, не очевидно, что это что-то общее есть. Так что же происходило? Немножечко бы хотелось войти в историю тех событий, потом, может быть, вкратце я скажу какие-то вещи, которые, может быть, многие и так знают, просто напомнить вкратце, что делается во время Хануки, а потом займемся более подробно разбором каких-то законов. Так мы в Хануку говорим в молитве, это один из основных моментов этого периода, этих восьми дней, которые мы отмечаем этот праздник, мы во время молитвы и после во время благословения после еды мы упоминаем о этих событиях специальная ставка есть такая. Она звучит так. Валя Несим, Валя Пуркан, Валя Гвурот за те чудеса, за те победы, за то мужество, за те спасения, избавления, за те чудеса, за те войны, которые ты сделал нашим отцам и благодарим Всевышнего в те дни и в наше время. И что это было? Беймэй Матитяу бен Йоханан Коэн Годоль Хашманай. То есть во времена Матитяу, сына Йоханана, который был первосвященником, Коэн Годолем, из династии Хашманаев. Убанав и его сыновей, у него было пять сыновей, на счетах, у которых было написано Макаби, как это все, наверное, знают. И что такое Макаби, есть несколько вариантов, как это объяснить. Особо принято такое особо принято объяснение, Ми Ля Ашем Илай Микамоха Бейлим Ашем Первые слова Макаби Ми Камоха Бейлим Ашем Это Макаби первые буквы этих слов. И он вместе со своими сыновьями, еще тут надо вставить, чтобы все-таки не только шесть человек, он и пятеро его сыновей, хотя они были очень смелые и самопожертвованные люди, но у них была еще группа людей, евреев, которые к ним примкнули, бесстрашные люди, герои наши, и они встали против греческого насилия. Аля Мхай Исраэль в то время, когда греческая империя стала, которая вела себя очень плохо по отношению евреев, так скажем, мягко, которые хотели сделать так, чтобы забылась тара от еврейского народа, запретить им заниматься законами, которые ты, Всевышний, любишь, желаешь. и ты в милосердии своем великом защитил их во время их бед, и ты заступился за них, ты вел их сражения, ты в их спорах участвовал и передал, написано дальше, и передал гибурим бьят халашим, мужественных, сильных, в руки слабых, в рабим бьят муатим, войска, которые насчитывали большое количество воинов, в руки малочисленных, у тьми бьят хори ритуально нечистых, или более даже, чем ритуально, в руки чистых, светлых, урешаим бьят садиким, нечистивцев в руки праведных, визидим бьят ускей торотеха, те, которые сознательно в против тебя идут, в руки тех, которые занимаются твоей торой, и от этого получилось, что твое имя возвеличилось в мире твоем, а народ в Израиле, он получил великое спасение, и потом пришли твои сыновья в храм, и они очистили здание храма, и тяру от мигда шеха, и тяру, и они чистливы физически, в духовном плане, и зажгли нерод биха цирод как шеха, и зажгли там же в храме свечи, в храме твоим святом. в кавушму над йомей ханука элю леадот у лягель лишимха агадоль и установлены были эти дни хануки для того, чтобы особенно тебя в эти дни почитать, возвеличивать твое великое имя. Это та вставка, которую мы будем говорить восемь дней в течение праздника хануки в благословении после еды с хлебом в трапезах, и во всех молитвах, которые мы будем молиться, будем упоминать эту вставку, и естественно, что тут каждое слово промерено, эта вставка была создана в те времена, когда еще создавалось, разрешено было создавать молитвы, вписывать туда какие-то определенные дополнительные вставки, и так далее. Поэтому каждое слово здесь, естественно, надо особенно обратить на него внимание, изучить, и так далее, почему каждое слово в одно как противовес другого, те, которые явно были против тебя, против тех, которые изучают Ару, нечистый, нечистый, это понятно, но все равно понятно, что такое, в чем тут чистота и нечистота заключаются, это очень важно. Например, такая вещь, которую предлагают комментаторы этого места, это то, что нечистый, и чистый, например, или, скажем, или или нечистивцы и праведники, как бы вроде бы уже сказано, что войска, большая армия была придана в руки малочисленных людей. Говорят, что это во время этого греческого иго, которое было тогда, многие евреи под влиянием не только силы, но многие даже под влиянием просто вот этих новых течений, мы думаем, что это оскала, то, что прогресс, скажем так, в кавычках, научный прогресс, он это новинка последних двухсот лет, скажем так, которые евреи жили, были религиозны в своих местечках, вдруг пришло, это новый ветер, ветер перемен, который наука, изучение, образование и так далее, оставлять свои корни и идти к чему-то другому, это не новинка, оказывается, да, в то время тоже философия греческая многих евреев захлестнула, они стали, что называется, метеевным, они стали подобны грекам, они одевались как греки, они принимали на себя обычаи греческие, поведение, как у греков, они становились, некоторые это делали, к сожалению, по желанию даже, были, которые были вынуждены, то есть, вынуждены обстоятельствами, скажем так, так вот эти вот, которые переметнулись в стан греков, они тоже пошли на войну против своих братьев, против хасманеев, и это то, что здесь имеется в виду, по мнению комментаторов, нечистые в руки чистых, и нечистивцы в руки праведников, это имеется в виду те части еврейского народа, как сложение которых от своего народа отказались и от соблюдения заповедей, и от тары, дошли от Бога. Вкратце, о чем мы, о чем мы будем говорить, о каких законах? Очень просто, да, что приходит 25-я кислева, каждый год это по григорианскому календарю будет другая дата, по еврейскому календарю всегда это неизменно, 25-я кислева вечером этого дня, когда начинается с вечера еврейский день, 25-го кислева зажигают свечи, кто, где мы об этом поговорим, в зависимости от того, какие возможности у человека, где он живет, чтобы это было максимально видно всем остальным, зажигаются свечи, произносятся три благословения в первый день, какие поговорим тоже, в остальные дни два, говорится, благословения, как быть в случае, когда человек не находится дома, не может зажечь и так далее, будет особенно об этом рассказано, просто, обычно, как это бывает, зажигаются свечи, говорится, благословение, во время этих дней, как я уже сказал, говорят специальные вставки в молитве, утром, говорят, после утренней молитвы, шахарид, когда заканчивают шманаэсеры, обычную молитву, амида, говорят, алель, полностью алель, заканчиваются все эти, есть частично, в некоторых случаях говорится алель, в данном случае, алель говорится все в очередной, полностью, сначала до конца с благословением, читается тара в определенных местах, и это, пожалуй, все, это то, что это в этих дней касается, в эти дни, как мы с вами посмотрели в Талмуде, не постятся в эти дни, и не говорят надгробных речей, то, что называется, испет, что еще особенное в эти дни есть такое, что это самое, что, например, есть, мы знаем, что всегда еврейские праздники, они связаны с праздничными трапезами, что интересно, что в Хануку это немножко исключение такое, что нет обязанности устраивать специально праздничных трапез во время ханукальных празднеств, это, как написаны эти дни, установленные как благодарность наша, задуматься о чуде, восхваление Всевышнего, это очень веселые дни, но, тем не менее, нет обязанности устраивать специальные праздничные трапезы, но, тем не менее, есть положительный момент, кто-то все-таки, если хочет, и может что-то сделать, это в этом есть большой положительный момент, устроить все-таки такие семейные трапезы, пригласить каких-то, друзей, гостей, родственников, сделать из этого настоящие праздничные, тем более, если скажут какие-то упоминания о ханукальных событиях, скажут какие-то интересные комментарии, касающиеся этого праздника, вообще тары. Дело в том, что в эти времена так получилось, специально или случайно, это вопрос другой, так интересно получилось, что именно 25-го кислева много лет до этого, до конукальных событий, было, во время, когда евреи шли по пустыне, был установлен в это время приобретенный храм, то, что называется, переводится, как скинье. Именно в этот 25-го кислева была, как бы, впустить в дело, как бы, обновить, начать на нем работать жертвенник, на котором приносили жертву в переносном храме. На самом деле, открытие этого храма, так скажем, официально, официально открытие этого храма, оно произошло позже, да, через полгода примерно, в Ниссане, в начале месяца, там, когда мы празднуем Песах. Но храмом, в принципе, в кислеве, в конце кислеве, он был уже готов, закончен, завершена его вся работа. И это была, как любая вещь, которая завершается, какая-то хорошая вещь, которая уже готова и которую можно использовать. Это праздник большой был, это праздничные дни, и поэтому те трапезы, которые устраивают в ханукальное время, в ханукальные дни, это тоже они приурочены немножко к тому, к тем очень радостным, важным событиям, которые связаны с ханукатабай, то есть с новосельем храма, так скажем, с вводом в действие, возможности, скажем так, ввода в действие жертвенника, который был в переносном храме. Это в двух словах, в общих чертах, это то, что мы будем изучать, ждет несколько тем, как бы в качестве более точно погавой, какими же маслами можно пользоваться и какими свечами можно пользоваться, в каком месте точно кто зажигает, кто зажигает, какое время надо зажигать. Если мы будем говорить о молитвах, если вдруг человек забыл то, что мы прочитали, упомянуть это во время, как и как быть, возвращаться, не возвращаться, тогда здесь будут еще какие-то частные законы, которыми мы в следующих занятиях попробуем заняться, коснуться, упомянуть. И пока что позвольте мне попрощаться, пожелать, чтобы Ханука была веселой, радостной и чтобы те события, которые были тогда и которые, к сожалению, продолжаются во многом меньше, но во многом можно сказать, что они сейчас тоже имеют место, чтобы они поскорее закончились. И это во многом зависит от того, как мы эту Хануку эту конкретно проведем. если нас наполнит благодарность о том, что Всевышний нас спасал до сих пор и оставил нас живых до сих пор, и мы будем уверены в том, что в его руках нам дать спасение и на будущее, я думаю, что и молитвы станут другими и спасение пойдет гораздо быстрее и более легче. пока что я хочу попрощаться до следующего занятия, когда мы с вами продолжим знакомиться с законом и Хануке более подробно. Всего хорошего.